Сегодня разберем несколько способов, с помощью которых ты можешь легко располагать к себе любого собеседника. Итак, поехали. Первый способ. Первый способ это использование ключевых слов собеседника. Что это за ключевые слова такие? Смотри, дело в том, что нам привычно использовать во своем общении какие-то определенные слова и словосочетания. Какие это могут быть слова? Вот ни для кого не секрет, что в разных краях нашего русскоязычного пространства есть одни и те же вещи, которые называются разными словами. Например, жители Санкт-Петербурга называют бордюр поребриком. Или, например, жители Казахстана, когда говорят тебе дай мне сотку, имеют ввиду дай мне мобильный телефон, а не 100 евро или 100 долларов. И вот эти особенности, они очень важны. Дело в том, что у нас есть, как я уже говорил раньше, привычные способы общения. И у нас же есть еще и так же слова-паразиты и фразы-паразиты. Например, я знаю одного человека, который все время употребляет такую фразу. Ну это, как его там? И когда он формулирует свои мысли, он говорит, а помнишь, ну это, как его там? А знаешь, ну это, как его там? И вот это словосочетание является ключевым словом. Точно так же наравне, как и слова, которые употребляются в определенной области. Какие еще могут являться слова ключевыми словами? Например, это какие-то сленговые слова. Например, активные пользователи интернета говорят такое слово, как зачекиниться. Что значит это слово? Это значит где-то отметить свое месторасположение на карте. В инстаграме, например, геолокацию поставить. Или такое слово, как запостить что-то. Это слово означает что? Это значит выложить пост в социальных сетях, выложить какую-то публикацию. Но человек, совершенно не осознавая того, он использует эти слова, свойственные только ему. Эти слова ему более привычны, они ему больше нравятся, они просто приняты больше в его культурной среде. Если ты будешь наблюдать за этими словами, будешь их отмечать у себя в голове, и будешь их встраивать в свою речь, как слова, так и словосочетания, как, например, как это, как его там, то твой собеседник начнет узнавать в тебе своего чувака. И он будет как бы бессознательно лучше на тебя настроен. Бери на вооружение этот первый способ. Второй способ расположить к себе собеседника, это заниматься отзеркаливанием. Что это значит? Здесь уже говорить ничего не надо. Здесь только нужно наблюдать за твоим собеседником и как бы становиться несколько на него похожим, как бы в зеркальном отражении. Если твой собеседник активно жестикулирует, ты тоже можешь начать немного жестикулировать. Если твой собеседник слегка наклонил голову, допустим, во время общения, ты тоже можешь слегка склонить голову. На бессознательном уровне это означает то, что мы с тобой очень похожи и то, что мы с тобой друг другу доверяем. Третий способ расположить к себе собеседника, это разделять его ценности. Что значит разделять его ценности? Прежде чем его ценности разделять, эти ценности стоит для начала каким-то образом выявить. Как мы можем выявить ценности нашего собеседника? Мы можем напрямую у него спросить, а что тебе нравится, а что для тебя ценно, а что для тебя важно. И вот небольшой секрет. Обычно человек в своем обычном повествовании, он всегда говорит о том, что ему ценно и важно, либо он говорит то, чего он избегает и то, что ему неинтересно и чуждо. Вот обычно в простой речи человек постоянно вставляет эти слова. Например, что может быть вообще ценностью? Ну, например, человек любит пунктуальность. Или, например, человек любит честность, искренность, открытость. Как эти ценности распознать? Ну, допустим, если ты познакомился с кем-то на каком-то мероприятии, допустим, на какой-нибудь конференции, ты можешь просто у него спросить, а что тебе понравилось в выступлении такого-то, такого-то спикера. И он тебе начнет рассказывать о том, что ему действительно понравилось. И это и есть его ценности. И если ты их разделяешь, ты можешь к нему как бы присоединиться, сказать, а я вот тоже ценю в людях вот это, вот это и вот это. Если он говорит о личности спикера. Или он говорит, а вот мне понравилось, как там такой-то спикер шутил. Значит, для него ценно чувство юмора в людях. И вы можете поговорить о каких-то комиках, и наверняка вы найдете общие точки соприкосновения. Или, например, ты можешь еще просто аккуратно прощупывая обращать внимание на то, что человек в принципе говорит. Какие есть в целом у человека такие базовые какие-то ценности. Например, это комфорт, уют, честность, дружба, ну и так далее. Поэтому бери на вооружение, и по ценностям ты тоже можешь подстраиваться. Но очень важно, если ты не разделяешь какую-то ценность человека. Ну, допустим, там, я не знаю, человек очень религиозный, а ты не столь религиозный. Тогда на эту ценность не стоит обращать особого внимания, но если это против тебя. Да, потому что ты будешь в этот момент выглядеть неконгруентно. Но если ты, допустим, если ты встретил человека религиозного, и ты сам являешься человеком религиозным, соответственно, вы можете на эту тему очень хорошо пообщаться. И в любом человеке ты всегда можешь найти определенные ценности, которые с тобой схожи. И в этом плане тебе очень хорошо поможет такая позиция, которая называется окейность. Я окей, и ты окей. Мои ценности окей, и твои ценности окей. И самое главное, человека не переубеждать в чем-то, особенно если ты видишь, что он в чем-то может заблуждаться. Это говорит о том, что ты как бы не разделяешь его ценности. Вот это может привести к конфронтации. А все остальные вещи, которые у вас совпадают, те вещи, которые ты ценишь, и те вещи, которые ценит он, о них можно разговаривать. И что тебе в этом процессе поможет? Тебе поможет простой вопрос. Задавай его всегда, когда ты общаешься. А что может быть ценно для этого человека? А что для этого человека важно? И здесь очень важно задавать вопрос, что ему важно, что ему ценно. Не что тебе ценно, а что именно ему. И таким образом ты будешь находить ключики к этому собеседнику, и ты можешь начать развивать эти темы. И ты увидишь, что человек будет сам включаться в это обсуждение. Давай приведу простой пример из своей жизни. Я однажды познакомился с одной женщиной-психологом. Ну, так как ты смотришь это видео, ты знаешь, что я очень люблю и пропагандирую нейролингвистическое программирование. И этот психолог, эта женщина, она рассказала мне немного о себе, я немного рассказал о себе. И она мне сказала такую фразу. Ты знаешь, Юрий, я не очень люблю NLP, но вот книга первая Гриндера с Бендлером «Структура магии» мне очень нравится. То есть она как бы обозначила, что она не очень разделяет вот это психологическое направление, но она нашла, как ко мне присоединиться через мою ценность. То есть она как будто бы увидела, что мне нравится, допустим, эта книга, и таким образом она ко мне присоединилась. Это очень здорово. Наверняка у тебя тоже бывали случаи, в которых к тебе очень хорошо присоединялись по ценностям, и ты можешь об этих случаях рассказать. Дальше. Следующий способ, с помощью которого ты можешь расположить к себе совершенно любого собеседника. Следующий способ – это улыбка. Ведь согласитесь, с такими людьми, которые нахмуренные, сморщенный лоб, брови, не очень комфортно общаться. Куда гораздо более интересно общаться с людьми более жизнерадостными, с людьми более улыбающимися. И это уже научно доказанный факт, что люди больше общаются с теми людьми, которые чаще улыбаются. Поэтому бери на вооружение и не стесняйся улыбаться. Следующий способ, с помощью которого ты можешь расположить к себе любого собеседника – это комплименты. Комплименты любят все, поверь ты мне. Но иногда люди могут задаваться вопросом, а что же мне человеку такого сказать. Обращай внимание на детали одежды. И, как правило, если ты хочешь сделать комплимент женщине, ты можешь делать комплимент ее внешности. И ты можешь делать комплимент каким-то мелким деталям. Допустим, какая-то брошь красивая или у мужчины чистая обувь. Это очень-очень хорошо работает. Это работает на таком дальнем расстоянии. Дальше ты можешь делать комплименты уму. Чтобы сделать хороший качественный комплимент, тебе не так уж и много надо. Тебе нужно просто задуматься, а что мне нравится в этом человеке. Можете, кстати, написать в комментариях, что вам нравится во мне. Например, если человек что-то говорит толковое, ты можешь ему сказать, мне нравится, как ты излагаешь свои мысли. Прям класс, респект. Или если человек красиво улыбается, ты можешь сказать ему, у тебя красивая улыбка. Или если человек, допустим, говорит очень уверенно, ты можешь сказать, у тебя очень уверенный голос. И вот эти вещи будут помогать расположить к тебе твоего собеседника. Переходим к следующему способу. Следующий, далеко не секретный способ, это называть человека по имени. Ведь на самом деле, самое любимое слово для любого человека, это его имя. Но здесь есть очень важный нюанс. Тебе нужно называть его по имени, так как тебе человек представился. Если тебе человек представился Юрий, так его и называй Юрий. Если тебе человек представился Александр, то так его и называй Александр. Если тебе человек представился Саша, то называй его Сашей. Вот недавний случай с одной из моих клиенток. Когда мы познакомились, она отправила мне сообщение и написала в сообщении «Добрый день, Юрий, меня зовут Катя, я там то-то, то-то, то-то хочу с вами порешать». И когда я с ней созвонился, я не учел этот момент. И я начал с ней общаться и обращался к ней Екатерина. Но она в первом сообщении мне представилась как Катя. И каждый раз, когда я называл ее Екатериной, ее как бы немного корежило. А потом она вообще сказала «Можете не называть меня Екатерины, а называть меня Катей?». И для меня это было хорошим таким осознанием. Очень важно, несмотря на то, что я преподаю все эти техники, я тоже могу в чем-то забываться и входить в какие-то привычные свои паттерны. Поэтому запомни, называй человека по имени, но именно так, как он тебе представился. Способ седьмой – это умение сделать словесный рефрейминг. Сейчас поясню, что это значит. Если твой собеседник в общении с тобой говорит какое-то утверждение, не самое позитивное, ты его можешь как бы облачить в позитивный ключ. Например, если на тебя вылили немного кофе, человек будет извиняться, говорить «Простите, я вылил на вас кофе». Ты можешь сказать «Ничего, зато у нас есть хороший повод пообщаться». Или для того, чтобы сделать словесный рефрейминг, можно использовать фразу «Зато». Например, человек говорит, девушка, к примеру, говорит «Я слишком полная». А мужчина может ей сказать «Зато тебя так приятно обнимать». Или, допустим, ты ждешь кого-то на встрече, человек опаздывает и опоздал на какое-то время, 15-20 минут и приходит с таким уже чувством вины и говорит «Извини, я опоздал». Ты можешь ему сказать «О, ничего, ничего, окей, я как раз сделал очень важный звонок, спасибо за опоздание». То есть ты как бы перекручиваешь, переигрываешь негативную ситуацию в позитивный ключ. Или, допустим, вот пример из моей жизни. Однажды я был на обучении, и там был профессор, который разговаривал только на английском языке. И вот я с ним встретился, он как раз был без переводчика, я с ним встретился в коридоре. Был один я и один он. И мне захотелось с ним поздороваться и поговорить. Он начал мне что-то говорить на английском. Я, естественно, его очень плохо понимал. И я ему сказал «My English is so-so». Я ему сказал «Мой английский очень плохо». Да, так себе. На что он мне по-английски, так как я уже смог понять, сказал «Ты знаешь, твой английский намного лучше моего русского». И тогда я прям вот воспрял духом, и это очень сильно расположило. Поэтому используй рефрейминг. Говори такие слова «Зато». Если человек тебе говорит «Я слишком медлительный», ты можешь ему сказать «Зато ты очень тщательно подходишь к решению каких-то вопросов». И так далее. И, наконец, восьмой, самый крутой способ расположить к себе собеседника – это уметь слушать. Что нужно для этого способа? Во-первых, тебе нужно уметь невербально поддерживать речь собеседника. То есть, когда тебе человек что-то говорит, ты должен как бы ему кивать головой, может быть, где-то поддакивать. То есть, показывать ему невербально, что ты его слушаешь. И тогда человек будет очень долго говорить. Соответственно, если человек долго говорит, чем дольше человек говорит, тем больше он расслабляется. И, соответственно, ты можешь таким образом к себе собеседника располагать. Еще очень важно уметь и словесно поддерживать диалог. И в те моменты, когда человек тебе что-то рассказывает, ты можешь использовать такие вопросы. А вот интересно, а что ты еще можешь про это рассказать? Ой, как интересно, какой ты молодец. То есть, умение сделать небольшой словесный вброс и дальше начать его так слушать внимательно еще больше расположит к тебе собеседника. На этом у меня сегодня все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok